Продолжение следует... Продолжение следует... Для этого лучше наклонить голову назад... Продолжение следует... Продолжение следует... Завязываем достаточно высокий хвост... Берем резинку с двумя невидимками... И обкручиваем... И обкручиваем хвост... Таким образом можно очень легко и быстро закрутить хвост... И, как очень часто бывает, негативная ребристая поверхность... Как мы это любим называть петухи... Таким образом мы сможем этого избегать... Теперь мы возьмем маленькую деталь под хвостом... И спрячем цвет резинки... И фиксируем шпилькой... Хвост делим пополам... Опять-таки балансом... То есть мы руками определяем примерно половину... Скручиваем между собой две детали... Получаем жгут... И обкручиваем вокруг хвоста... Фиксируем невидимкой... Теперь расправляем... Наш жгут... Растягиваем... Придаем ему больше объема... Это будет основа нашей прическов... Можно сказать, что это будет форма... На которую лягут наши детали... Которые у нас будут в центральной зоне... В зоне челки... Ту форму и высоту, которую вы зададите... Такая будет форма и высота вашей прически... Поэтому очень большого элемента... Растягивать не нужно... Теперь из нашего выделенного треугольника... Мы диагональными проборами... Выделяем три детали... Диагональный пробор двигаемся от пробора до пробора... Здесь мы отступаем от пробора... И двигаемся до наивысшей точки брови... Таким образом мы разделили волосы... На три детали... Начинаем укладывать с самой первой... Мы берем прядь... И слегка ее растягиваем... Выкладываем восьмерками... Фиксируем лаком и шпильками... Я в камеру лаком... Уже ничего? Фиксируем шпильками... Часть пряди... Приоткрыли и толкнули по направлению... К форме головы... Теперь изнутри... Зацепили часть детали... Часть пряди... И толкнули по направлению к нашей прическе... Не нужно стараться зацепить всю деталь... Потому что вы не получите красивой линии... Теперь для того, чтобы было немножко больше объема... Я подчешу у основания... Подчешу корень... Растягиваем... И заводим на прическу... И заводим на прическу... Фиксируем шпильками и лаком... Маленькие заживы... Маленькие заживы... Маленькие заживы... Изнутри... Часть пряди... И... Присоединили в форму... Маленькие заживы... Один сло... и наша последняя деталь мы оттягиваем почесываем изнутри залакировываем этот грохот тоже будет стоять и выкладываем опять-таки волной изнутри подкалываем и выкладываем через минуту и выкладываем и изнутри подкалывая. Хвостик лучше всего спрятать, для того, чтобы не было большого количества мелких деталей. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...